Россия перебросила арктическую группу на Харьковский плацдарм. Часть солдат вывели с военной части в селе под Мурманском, что в 60 километрах от финской границы. Вместо того, чтобы укреплять границу с НАТО, Москва ее ослабляет. Тех сил, которые российская армия имеет в районе Верхнего и Старого Салтова, не хватает для прорыва обороны украинской армии, сообщает агентство информационное сопротивление. Об этом и о ситуации на фронте мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. По этой информации о переброске арктической группы на Харьковский плацдарм, вот для вас это о чем говорит? Ну, именно эта переброска говорит о двух вещах, собственно. Первое, что НАТО по определению не представляет никакой реальной угрозы для России. И все, что касается вот этой агрессивной риторики России по отношению к блоку НАТО, по сути является фейком. Потому что, видите, Финляндия в НАТО не представляет угрозу безопасности России. И даже Россия демонстративно отводит оттуда войска. А Украина якобы представляет, не являясь страной НАТО и даже не имея перспектив членства на сегодняшний день. То есть разговоров серьезных об этом нет. Это первое. А второе, мы понимаем, что противник сейчас пытается собрать резервы откуда только можно. И он вынужден судорожно, простите, выгребать все, что доступно ему с других направлений, оголяя свои границы и перебрасывая их в Украину. То есть это еще раз дополнительное подтверждение тому, что Россия к такой войне, к такому формату войны, она не готовилась с самого начала. Поэтому сейчас импровизирует и пытается как бы забить бреши, которые у нее образовались и в личном составе, и в технике, перебрасывая их с других направлений. Можно маленькое уточнение? Вот то, что оголяет границы. То есть они, получается, Россия не рассчитывает, что вот кто-то на нее не переживает, вот попытается извне напасть. Тоже надо. Абсолютно. Абсолютно. И это касается и Китая, откуда переводится, ну я имею в виду приграничных с Китаем районов, откуда уже достаточно много сил и средств перебросило. Точно такая же ситуация, как мы видим на финской границе. Поэтому, да, Россия прекрасно понимает, что никто не собирается на нее нападать. И вот эта вот истерия, эта риторика, это просто такое прикрытие, такой камуфляж, если хотите, ее агрессивным действием в Украине. Сергей, вы сейчас затронули вот эту предсмертную агонию российской армии. В своем последнем военном отчете перед нападением России на Украину, Шойгу заявлял, что в армии Российской Федерации почти 71% нового оружия. В среде военных экспертов вся эта информация вызывала вообще недоумление. Недоумление, откуда берется эта статистика, скорее всего, с потолка, конечно же. И, ну, как они измеряют процент нового оружия. И, на самом деле, куда же оно девается, если вы говорите, вот действительно сейчас уже они собирают, как вы говорите, все по сусекам. Ну, знаете, тут надо немножко по-другому подойти к этому вопросу. Было ли в России новое оружие? Ну, практически нет. Потому что новое оружие – это оружие, которое было разработано во времена уже, как говорится, новой истории России или современной истории России по каким-то новым стандартам. Такого оружия просто нет. Или, если существуют, то какие-то отдельные экспериментальные образцы. Все, что касалось оружия или так называемого нового оружия, это, по большому счету, глубокая модернизация советских образцов. И, знаете, здесь можно бесконечно играть в эту игру, что мы называем новым оружием. То есть, если мы на танк Т-72 ставим какой-то новый прицел, мы объявляем этот танк глубоко модернизированным новым видом вооружения. По сути, он таковым не является, потому что это, как бы, подделка середины прошлого века. Поэтому здесь, знаете, мы столкнулись с такой ситуацией, что, да, Россия, как бы, показывает и зачисляет в новые виды вооружения фактически старое оружие. Или разрабатывает какие-то отдельные экземпляры, которые не являются массовыми, ну, типа танки «Армата». И тоже причисляет их к новым оружиям. То есть, это такая, знаете, игра в наперстки непонятная. И поэтому ничего удивительного, что, заявляя об этом, что российская армия перевооружена на 70%, по истечении пяти месяцев эти 70% улетучиваются. И сейчас они пытаются взять все, что можно, достать все, что можно, снять с хранения все, что можно и доступно, понимая при этом, что они сталкиваются с колоссальными проблемами. Потому что ситуация выглядит таким образом, что то модернизированное оружие, о котором они заявляли, те танки, они используют, допустим, танки, как один из примеров, они используют все-таки отдельные технологии, которые сегодня России уже недоступны. То есть, ограничения на это есть, и ограничения очень серьезные. Поэтому вот оно быстро так и испарилось в огне войны, потому что заявлено, ну, 1600 танков уничтоженных, это 1600 танков, из них больше половины это те, что были новые танки. Чуть ли не по бортовым номерам мы имеем эту информацию. Поэтому вот оно и пропало, это оружие. Его по факту нет. Потому что мне казалось поначалу, что просто, если эта статистика хоть как-то похожа на правду, хоть отдаленно, ну, и вот вы правду говорите, что половина из тех танков, которые мы разбомбили, это на самом деле вот эти старые Т-72, ну, такие традиционные танки. Ну, и получается, я думаю, где же новые? Они что, для чего-то хранят? Или просто российская армия не готова использовать? Или Россия не готова отправлять? Ну, а вы говорите, что, в принципе, этого всего не так и много. А то, что модернизировано, это просто что-то с прошлого. Да, абсолютно. Я скажу больше, даже если мы говорим о каких-то новых образцах, допустим, там, боевых бронированных машин, нужно понимать, что эти новые образцы создавались, опять же, на шасси старых машин. И я скажу так, если КАМАЗ был произведен, допустим, в 2021 году, можно ли его назвать новой машиной, если этот КАМАЗ производился по штампам, по деталям, которые были созданы еще в середине 70-х годов. То есть это все очень условно, знаете. Ну, как и вот, собственно говоря, эти терминаторы хваленые, которые вот на базе Т-72, по-моему, вот это вот колесная база. Скажите, пожалуйста, вот американский генерал Филипп Бридлов, он же бывший главком НАТО в Европе, назвал Крымский мост вот законной целью для украинской армии, и даже подсказал, что по нему можно ударить противокорабельными ракетами «Гарпун». Как вы считаете, вот это заявление, это частная позиция его, или все-таки Вашингтон уже созрел к тому, что вот Киев может нанести удар, потому что ранее, ну, вот мы читали, что сомневались, скажем так, как официальные американские лица, в том, что, чтобы бомбить именно этот объект, и с военной точки зрения, есть ли вот какой-то смысл обстреливать этот мост? Знаете, по моему мнению, все-таки здесь генерал высказал свое личное мнение, да, техническая возможность нанесения удара по Крымскому мосту имеется на сегодняшний день, если мы говорим о противокорабельных ракетах, но возникает вопрос, зачем это делать сейчас, имея более насущные задачи. То есть нужно понимать, что атака на Крымский мост с целью уничтожения этого объекта, это должна быть очень хорошо продуманная и хорошо подготовленная, и многоплановая операция, ну, и в том числе она достаточно дорогостоящая, и требующая привлечения просто колоссального количества и участников, и средств уничтожения, и ликвидации этого объекта. Поэтому на сегодняшний день, наверное, преждевременно говорить о том, чтобы мы наносили удар по мосту с целью его полного уничтожения. Просто, извините, поцарапать или там повредить какую-то опору, да, можно, но зачем тратить дефицитное вооружение на этот объект, если мы имеем достаточно абсолютно разведанных и явных целей в оперативной глубине боевых порядков противника, и мы эти цели сейчас успешно ликвидируем с помощью хаймарсов, то есть и других видов вооружения, которые поступают в Украину. Поэтому пока это, по моему мнению, частная идея. Ну, я бы сказал, больше, знаете, опыт и традиции военного искусства, они говорят о том, что есть смысл все-таки оставлять какую-то лазейку, которая дала бы противнику возможность быстро уйти из-за немого объекта, и поэтому ликвидировать до конца все возможности было бы, наверное, нецелесообразно. То есть если Крымский мост будет служить для того, чтобы противник по нему очень бодро и шустро отступал, то почему бы не повременить с его уничтожением? Сергей, вы вот уже сказали, что Россия задействует достаточно далекую от модернизации и современности технику, а что с боевыми вертолетами? Известно, что на Донбассе их очень активно задействуют, и очень похоже, что они новенькие. Что думаете? Совершенно верно, но здесь, понимаете, здесь вопрос в том, что как быстро Россия может воссоздавать эти вертолеты, потому что то количество, которое сбито, даже если половина из них новая, то это половина новая. Если я не ошибаюсь, возможность авиапрома Российской Федерации создавать порядка 30-40 вертолетов в год. То есть это фактически то количество, которое мы уничтожаем достаточно быстро. Поэтому они просто не успеют восполнить эти вертолетные запасы, если их можно так назвать, и российская промышленность просто не успевает производить в достаточном количестве. Почему я и говорил, что Россия к такой войне не готовилась никогда. Она предполагала решить все быстро, молниеносным ударом, а к затяжной войне она не готовилась. А если еще учесть санкции, которые начинают постепенно все сильнее и сильнее давить Россию, мы понимаем, что даже того количества, которое делали в относительно спокойные мирные времена, Россия уже себе позволить не сможет. Поэтому эти вертолеты точно так же уходят. Мало того, даже эти К-52, по большому счету, это та же самая глубокая модернизация предыдущих версий. То есть ничего конкретно нового или принципиально нового Россия не создавала. А реплики и копии или модернизация старых образцов, это все, на что она способна на сегодняшний день. То есть мы правильно вас понимаем, что украинская сторона просто эти новые вертолетики щелкает как семечки? Да, абсолютно. Потому что, еще раз говорю, что Россия, она не готовилась к такой войне и, мягко говоря, не уделяла должного внимания системам противовоздушного, вернее, ликвидации угроз нанесения ударов ракетами противовоздушной обороны по этим целям. Отсюда и такие колоссальные потери России, в том числе и в вертолетной технике. Сергей, тут министр обороны Украины Алексей Резников назвал три варианта окончания войны. Вот новый жест доброй воли России, долгое перемалывание российской армии. И третий вариант, Россия распадается на несколько субъектов. Вот на данный момент какой для вас вариант самый реалистичный? Возможно, у вас есть четвертый сценарий. У меня есть вариант два с половиной. То есть, нужно понимать, что Россия не настолько сильна, как она кажется, как говорил кто-то, это не моя фраза, но и не настолько слаба, как нам бы хотелось. Поэтому нужно понимать, что она сейчас, знаете, напоминает такого бульдога, который вцепился в шею жертве, а потом оказалось, что эта жертва намного больше этого бульдога, и он с ней ничего уже сделать не может, и выпустить зубы тоже не может, разжать пасть. Поэтому Россия будет продолжать такую тяночку, такую войну, и нужно понимать, что для ликвидации этой угрозы мы должны быть готовы к долгому противостоянию, к так называемому перемалыванию, которое со временем приведет к так называемому варианту три. То есть, я за вариант два с половиной перемалывания, которое приводит к фрагментации государства российского. Ну, я так понимаю, мы должны быть готовы, что уже немецкой техники массово в Украине не увидим. Потому что вот на этой неделе Министерство обороны Германии отказало в очередной раз в поставке уже БТРов, 200 БТРов, как того требовала оппозиция. То есть, как вы считаете, уже окончательно принято решение, какие-то наступательные вооружения в огромных количествах Украине не передавать? Вы знаете, я, в общем-то, как бы отношусь к этому спокойно, потому что Германия за все время конфликта как-то особо и не участвовала в помощи Украине. И даже инструкторы германских вооруженных сил не участвовали в подготовке наших специалистов. Поэтому это право Германии. Вы знаете, в защиту этой страны я могу только сказать, что Германия панически боится любого упоминания ее как страны-агрессора, во-первых. А нужно понимать, что пропаганда российская на территории Германии работает достаточно сильно. Второе, если быть уже абсолютно откровенным, ну, знаете, есть открытые источники, например, Power Fire Index, по которому вы можете увидеть, что Германия, ну, просто тотально разоружилась на протяжении последних 30 лет. И знаете, когда она заявила о передаче трех единиц систем залпового огня, то для нас 3 единицы это очень мало, а для Германии это на секундочку 10% от всего потенциала. Она имеет всего 38 единиц залпового огня на вооружении. Поэтому, знаете, есть и объективные, и субъективные факторы, которые говорят о том, что Германия пока не готова и не способна, я бы сказал, даже передать такое вооружение, потому что это достаточно затратно. Ну, мы за это сильно не переживаем, потому что у нас есть надежные союзники, которые не оставляют нас наедине с врагом, и как бы мы продолжаем получать технику и из Канады, и из Австралии, Соединенных Штатов, Великобритании, то есть те действительно страны, которые могут и хотят нам помочь. А Германия, Франция, ну, это их право. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке.